Автомобильные покрышки, разностайные бутыльки, речка телевизора. По этих предметах годов просто 300. Когда они заховаются, историки будут участвовать в наш быт. Только вот такую память мы должны покинуть над Штатком. Миновитая эта свалка находится на скрайку Гомеля в Новобельском районе. Порушальников природоохонного законодательства не засмутило нафт шильда с надписям об наявности камер вида на зеранне. Хочется все, свалка створена в этом году и на праконце минулого. Некто просто привез сюда на невеликим грузовику усел, что назбирался на подворку. Уся гопрас некакий десятков метров. Картина ящебоч ураживаючая. Шмат тонны железобетонные конструкции и металлолом. Гэтую картину тут можно назирать уже некаких годов. Плюс побачь усел тыж автомобильные покрышки, дрот и инши непотребные у господарцы речи. Ящебоч складанная ситуация с наведением парадку у лесных массивах. Зараз тут бадай головный метод профилактики – фотопастки. Их не ставить в одно место, переставляем, где есть проблемы. Где-то выбрасывают мусор около дач или около дорог. Если население выбрасывает вокруг населенного пункта, значит, даем информацию сельскому совету председателю. Председатель тоже берет трактор в совхозе и с общими усилиями убираем. Нелько сказать, что местовые влады не займаются пытаниями наведения парадку на земли. Але не за все до этой намагадни можно назвать эффективными. У некоторых местах звалки просто разнуновали. Причем шматайки отходы застались на поверхне. Меж тем, на думку экологов, ликвидация мини-полигонов – одна из основных причин, чему населенство, особливо вязковое, им кнется выводить смете на природу. Не глядяче на предугледженные меры покарания. На первый раз штраф складе до 5-10 базовых величин. А за полторное на протягу года порушения у вогля можно быть притягнутым до криминальной отказности. Для поравнания, тариф на централизованный вывоз смете – коля 1 рубля 40 копеек у месяц. Сейчас ведется работа коммунальными службами по закрытию мини-полигонов и охвату населения вывозом отходов, централизованным, с помощью техники. Но многие пытаются сэкономить на заключении договоров и, соответственно, начинают куда-то вывозить – или в лес, или в канаву, в поле. И поэтому такие случаи пересекаются, и довольно суровые штрафы. Олег Синтеров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель».